18 марта 2018 года. Выборы президента Российской Федерации. Важен каждый голос. Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новостей «Напрегион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Это лучшее решение, которое на сегодняшний день есть. Весенние обновления. У главной прогулочной зоны курорта новый облик. Ограждение из легкого и прочного материала украсит всю верхнюю набережную. Я очень благодарна ему за его ответственность. На одной из улиц Гостогаевской стало светлее. Как обращение жителей к мэру превращается в поручение для чиновников? Это позволит вам любоваться в течение всего года прекрасными видами. Лесной букет аккурат к празднику. Какие первоцветы приближают весеннее тепло в Анапском районе? На верхней набережной Анапы началась замена ограждения. Сегодня глава города-курорта Юрий Поляков побывал на месте проведения работы и прокомментировал решение обновить главную прогулочную зону. Сотни секций нового ограждения привезли в Анапу. На первый взгляд чугунное литье. На самом деле прочный, легкий и практичный материал полимер. Не выцветает под лучами палящего южного солнца, не проживеет от соленого ветра. Глава Анапы приехал на набережную, где несмотря на сильный ветер, уже установлены первые метры нового ограждения. В таких погодных условиях как раз и испытывают новинку. Мы что видим? Мы видим наше ограждение. Сколько лет оно простояло? С 2008 года. Да, оно свое отслужило. Но у него снег недостаток. Постоянно агрессивная среда, соленое море. А мы меняли? Постоянно ржавеет. Это уже секции, которые меняли. Есть часть секций, можно дальше посмотреть, которые просто проржавели, уже даже приварить не можем. Сегодня есть компания российская, которая делает с полимера. С полимера делает секции. Но мы выбрали эти секции. Мы считаем, что не нужно будет их красить. Они не ржавеют, ничего. Я надеюсь на то, что это лучшее решение, которое на сегодняшний день есть. Его уже использовали и в Новороссийске, и везде. Оно хорошо служит. Но надеюсь, что и здесь оно будет нормально. А мы всю верхнюю набережную пройдем и закладываем. В течение месяца на главной прогулочной улице курорта заменят секции ограждения на участки протяженностью 1300 метров. Не надо будет красить, закреплять при каждом порыве ветра. И на вид совсем другое дело. Я думаю, надо выйти с предложением посмотреть замок. На кладбище. На кладбище, да. То есть ржавые в секции выпадают. То есть, может быть, его сделать чуть ниже, но тоже с полимера. Сделать, чтобы ноги не бросили. Каждый год они тратили. Фирма-производитель дает гарантию на свой товар и продолжительный срок службы. Впрочем, старое ограждение еще функциональное не выбросят. Оно будет использовано для различных непрезентационных объектов. Кстати, возвращаются на место отреставрированные таблички анапских теренкоров. Обновить указатели поручала глава города Юрий Поляков. Всего на реставрацию было отправлено более 70 латунных табличек. Они прошли чистку, шлифовку и покраску лаком. Такой процедуры, по словам специалистов, должно хватить примерно на пару лет. Обновленные таблички можно увидеть на Пионерском проспекте, набережной, в центральных парках и скверах города. Жители села Супсех ждут строительства нового сквера в честь 80-летия Краснодарского края. Их территория среди 14 претендентов на современное благоустройство в рамках федерального проекта «Комфортная градская среда». Получит ли сельский округ средства на новые объекты, решит народное голосование. Оно пройдет 18 марта во всех сельских округах и городе. Проект сквера «Воинское слово» – один из самых крупных. Под него планируется выделить почти 50 тысяч квадратных метров. По словам местных жителей, эта территория должна стать не только местом отдыха, но и патриотическим центром для проведения памятных мероприятий. Жители предложили, почему не сделать около мемориального комплекса, у нас их два здесь, как видите, два захоронения, еще в сентябре месяце под захоронение было неизвестных солдат двух, и сделать здесь как бы патриотическое такое место для молодежи, чтобы могла отдыхать и люди любого возраста. Видеть, что мы чтим память воинов, погибших на земле нашей в годы войны, и место отдыха для детей, для молодежи, для людей любого возраста. Здесь очень большая площадь получилась, у нас почти 5 гектаров, это серьезная цифра. Проект есть. По замыслу здесь будет большая зона отдыха, детская и спортивная площадки, лавочки, урны, элементы освещения и озеленения. Также предусмотрена парковка для автомобилей. Планируется полностью обновить мемориал павшим воинам в Великой Отечественной войне. Все это, как предполагают проектировщики, будет сделано в едином архитектурном стиле. Жители Субсеха готовы проявить активность не только в голосовании за свой сквер, но и в будущем его благоустройстве. В этом их обещали поддержать и депутаты. Наши депутаты приняли тоже здесь очень активное участие в благоустройстве. Я думаю, что в дальнейшем тоже большая львиная доля работ ляжет и на них. Ну и жители, я думаю, примут участие в посадочных, когда посадка будет и так далее. Планируется красиво. Я думаю, что так и будет. 18 марта в городе и сельских округах будут работать 55 счетных комиссий. Отдать голос за свой проект жители Субсеха смогут в здании 11-й школы или 1-й спортивной школы. С другими проектными претендентами на благоустройство можно ознакомиться на официальном сайте администрации или на нашем anaparegion.ru На участке улицы Комсомольской в станице Гостогаевской появилось уличное освещение, которого не было десятки лет. К главе города обратилась местная жительница. Ее дом находится прямо напротив кладбища. Она признается, что иногда ходить было жутковато. Задачу, которую поставил глава города, выполнили раньше срока и в значительно большем объеме. На столбах новенькие фонари. Всего 9 штук на пару кварталов. Хотя Валентина Ивановна просила 3. Ровно столько сама и купила. В этом доме она живет около 35 лет. Уже тогда столбы стояли пустые, а напротив кладбище. Но все равно, знаете, как-то жутко. А я тут проживаю. В середине января текущего года Валентина Ивановна обратилась к главе города. Юрий Поляков дал поручение решить вопрос в кратчайшие сроки с учетом положенных по закону конкурсных процедур. До 8 марта. Мы приходим и на 8 марта говорим, вам подарок, горит цвет. Уже к 1 марта работы на Комсомольской были завершены. Юрий Федорович, понимаете, стоит на своем месте. Я очень благодарна ему за вот его вот такую вот ответственность, понимаете, к народу. Он так любезно ко мне отнесся, понимаете, с таким вот трепетом и любовью, что он именно на своем месте находится. Проблема уличного освещения в постоянно растущем населенном пункте – одна из наиболее острых. Вместе с тем закон ужесточили. Теперь нельзя просто подключиться. Обязательно нужен счетчик, договор с энергетиками, а также проект. Чтобы начать проектирование, нужны деньги. Их будут предусматривать в бюджетах на последующие годы. Из личного запаса Валентины Ивановны в ход пустили только один светильник. Остальные 8 выделила администрация. Еще два ждут своего часа. И хозяйка готова отдать приборы при условии, что их установят. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. В канун Международного женского дня сотрудники Центра социального обслуживания населения совместно с Советом ветеранов поздравили анапчанок, участниц Великой Отечественной войны. Подарки и добрые пожелания получили 8 жительниц нашего города. Они одни из тех, чей неоценимый вклад принес долгожданную победу нашей стране. Такие адресные поздравления в канун праздников в Анапе уже стали доброй традицией. Продуктовый набор, косметические принадлежности и сладости – небольшие, но такие важные для этих людей подарки. Ведь они очень нуждаются в заботе и внимании. Пусть страна знает, как вас настоящий героинь. Пусть свет ваш будет долгим, мирным и счастливым. Тамару Андреевну Великая Отечественная война застала в Московской области. Тогда не было выбора. Все от мала до велика встали на оборону столицы. Я в госпитале работала, в операционной. Месяц нас обучали, с сестричкой я работала, перевязочной, в операционной. Ну вот работала, пока война закончилась. Еще один ветеран Великой Отечественной войны – Зинаида Павловна Каминская. Сейчас ей 95 лет. Служила на одном из самых сложных фронтов того времени. В ее задачу входил контроль за солдатскими письмами. Ведь вражеские шпионы находились повсюду. Это была военная цензура. Проверяли всех бойцов. Всех бойцов проверяли. Вот такие были мешочки с письмами. Мы вытаскивали эти письма. Читали. Но не штамповали. У нас еще были такие, которые проверяли. Главные проверяли нас. Когда она возьмет письма мои, прочитает, если нет там ничего такого важного, тогда она мне разрешает заштамповать. Такие разные, но с одинаково сложными судьбами, эти женщины вызывают уважение и восхищение. В этот раз социальные работники навестили 8 героических анапчанок. И подобные акции добрых дел проводятся не только в преддверии праздников. Мы их навещаем неоднократно в течение года. Оказываем различную виду помощь, если им это необходимо. Наши все женщины, язык не поворачивается назвать их бабушками, милые, красивые, активные, позитивные. Поэтому мы с удовольствием всегда выполняем вот эту работу, если это можно назвать работу. Это, конечно, не работа, а удовольствие. Потому что от них мы получаем такой заряд позитивной энергии, что не удаешься. Сейчас в городе и сельских округах проживают 82 участника Великой Отечественной войны. Каждому из них старается уделить внимание. Впереди еще один весомый повод выразить им благодарность и добрые пожелания. Анапа уже начала готовиться к 9 мая и Дню Великой Победы. Руслан Душевский, Анапа. Регион. Вчера со сцены городского театра с наступающим праздником весны анапчанок поздравили глава города Юрий Поляков и председатель совета Леонид Кочетов. К добрым пожеланиям присоединились и другие мужчины курорта. Самых дорогих и любимых жен, матерей, коллег и просто местных жительниц поздравили представителей сильного пола разных профессий. Милые женщины, разрешите от Совета муниципального образования город-курорт Анапа поздравить вас с весенним, замечательным праздником, международным женским днем 8 марта. Желаю вам счастья, удачи, здоровья вам и вашим близким. С праздником всего самого доброго. Дорогие дамы, поздравляю вас с этим замечательным праздником весны. Желаю вам большого женского счастья, гармонии и чтобы в вашей жизни рядом всегда была сильная половинка, которая будет защищать вас, оберегать и дарить свою любовь. Дорогие наши женщины, от лица Анапского района Казачьего общества, Татамана Анапского района Валерия Александровича Плотникова, хочу вас поздравить с наступающим женским днем. Пожелать вам всего самого наилучшего, здоровья, счастья, всегда оставаться такими красивыми, привлекательными. Дай вам Бог здоровья. В здравоохранении, как нигде, очень много женщин. Это женщины-врачи, женщины-медицинские сестры, младшие медицинские работники. На них держится основная работа. И без женщин здравоохранения не смогло бы существовать. Люди бы страдали от боли, не вылечивались бы болезни. Нам очень нужны и очень важны женщины. И мы любим вас. Мы мужчины не только здравоохранения, все мужчины присоединятся к этому поздравлению. Мы вас любим, мы вас очень ценим. Мы желаем вам здоровья, мы желаем вам любви. Оставайтесь всегда с нами. Поддерживайте нас в самых сложных ситуациях. Спасибо вам. Мы всегда преклоняемся и знаем историю Отечества. Все всегда мужчины любили женщин, как прекрасный пол, которые вдохновляли нас на подвиги, на совершение великих дел. Но мне нравится одно выражение одного из человека. Если Всевышний создал Вселенную, то женщина родила человечество. Слава женщине, которая родила человечество. Если бы женщина не дала человечество, нас бы с вами не было здоровья, любви. Чтобы они всегда любили, чтобы их любили, чтобы они были любимыми, здоровья, мира, добра и поддержки окружающей. Аккуратко 8 марта в дикой природе массово зацвели первоцветы. Они символизируют приближение тепла, обладают особенной первозданной красотой. Наши корреспонденты вместе с экологами прошлись заповедными тропами утреша. Чем наполнен наш лесной букет в сюжете. Пролеска двулистная. Дальняя родственница спаржи. Зацвела еще в середине февраля. Ее время уже подходит к концу. Первоцветы – целое семейство разных видов. Это примула от латинского слова «первый». В России ее так и называют – первоцвет. Это заповедная территория. Все растения живут в нетронутой человеком природе. Но даже если удастся встретить первоцвет вне заповедника, то его нельзя выкапывать. Дома он не выживет. Заместитель директора по научной работе заповедника Утриш Ольга Быхалова называет первоцветы ранимыми. Если цветок сорвать, то он не простоит и дня. Это бессмысленно. Лучше сделать фото или видео. Это позволит вам любоваться в течение всего года прекрасными видами и прекрасными кадрами. И при этом природа останется нетронутой. И, конечно, это будет гораздо принесет больше радости не только людям, но и животным, для которых эти растения являются еще и лакомством после холодов и недостатки корма во время зимы. Считается, что раньше всех среди плодовых культур начинает свести кизил и его цветы устойчивы к заморозкам. Также рано зацветает лещина – орешник. В целом же весна в окрестностях Анапы в этом году пришла раньше примерно на пару недель. Очень рано в этом году зацвел миндаль, абрикоса, как раз на две недели раньше традиционных сроков. Специалисты говорят, что такое раннее цветение косточковых, в частности абрикоса, скажется на урожае. Когда есть цветы, но нет насекомых, чтобы их опылять, не будет плодов. Если же говорить о лете, то не факт, что оно будет холодным из-за ранних оттепелей. Александр Ребека при техническом содействии заповедника «Утриш». Сеть магазинов «Оптовый» и розничная торговля «Север» расширяет границы. Теперь жителям станицы Анапской не придется ехать в город за качественными морепродуктами и товарами с Дальнего Востока. Третий филиал торговой сети недавно открылся на переулке Тихом. Уникальный ассортимент нового станичного магазина рассмотрели наши корреспонденты. Многие анапчане и гости курорта уже давно знают, где в Анапе найти качественную рыбу и морепродукты. Гастроном «Север» предлагает самый широкий ассортимент даров Дальнего Востока и увеличивает торговую сеть, чтобы быть еще ближе и доступнее для своих покупателей. В новом магазине в станице Анапская также представлены все виды северных рыб – семга, форель, кижуч, кита, красная и черная икра, креветки, лангустины, мидии, кальмары. Для хранения используется техника сухой заморозки, так что за лед переплачивать не придется. Поставщик отвечает за качество каждой партии. Имеются все необходимые лицензии и сертификаты. Кроме морепродуктов есть и море экзотических товаров из Китая, Японии и Таиланда. Приправы и соусы для рыбы и мяса, огромное количество сладостей, фруктовые чипсы, печенье, зефир и конфеты. Совсем недавно в продаже появилась серия японских рисовых десертов с чаем мача и судзукой. Знаменитые китайские чаи и кофе, в том числе без кофеина. Все виды лапши, удоны и блюда для быстрого приготовления. По словам местных жителей, и продукция, и сервис на высшем уровне. Брала только рыбу, качеством и ценой очень довольна. Как раз вот самые-самые великолепные цены. Привлекли иероглифы, сейчас хотела бы посмотреть, что там появилось новенькое. Здесь много выбора и все есть в одном магазине, в принципе. Не надо долго ходить никуда, выбирать. Все свежее, в принципе. Все устраивает. Большим спросом пользуются соки и экзотические фрукты в сиропе. По вкусу, ничуть не уступающие свежим. Кокосовая вода и молоко для вегетарианцев и тех, кто на диете. Здесь также есть чем поживиться. Экзотические продукты или рыбные деликатесы сделают праздничным любой стол. В преддверии 8 марта это особенно актуально. Постоянным покупателям скидки. Специальные предложения оптовикам. В станице Анапское покупателей ждут по адресу. Переулок Тихий, 27. В Анапе улица Астраханская, 75. И Парковая, 74. Никита Бойко, Ксения Исипко, Михаил Григорьев. Анапа-регион. Далее информация о партнере программы. Производство на предприятии «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Следующий выпуск новостей выйдет 12 марта. Смотрите и читайте новости на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки. Автопарковка. Квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300. yang. «Кавказ» Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин